Галина Михайловна, вопросы есть, Галина Михайловна? Следующий у нас доклад. Доклад очень интересный. Сепсис – это инфекция. Представит нам его Белобородов Владимир Бальевич. Галина Михайловна. Доклад, которая была опубликована аж в 1989 году, как-то она плохо получается каждый раз на снимке, это Андреас Воги из Норвегии, который показал, что воспалительные цитокины при менингококовой инфекции, тогда была большая новость, они существенно повышены. И вот, собственно, это меня сильно задело, и мы тогда начали в этом направлении довольно быстро работать. И вот уже к 1994 году мы опубликовали в наших и загрубежных журналах статьи, которые были посвящены как раз проблеме сепсиса. Мы были очень, так сказать, в этой теме и с радостью встретили Роджера Бона, который в 1991 году опубликовал свое, в сотрудничестве с другими авторами, свою классификацию сепсиса, договорную классификацию сепсиса, которая представляла собой генерализованную воспалительную реакцию в сочетании с инфекцией, это был сепсис, если присоединялась полиорганная недостаточность, это был тяжелый сепсис, и если возникал, если полиорганная недостаточность вызывала сосудистую, ну, сердечно-сосудистую недостаточность, то это считался септический шок. В принципе, эта классификация, она существовала и до них, но они ее объединили таким образом, что, допустим, генерализованную воспалительную реакцию можно посчитать. Это важно. Вот посчитать просто по сумме критериев и потом объективно общаться с коллегами в том смысле, куда направить пациента, где он будет находиться, потому что если сепсис, это инфекция, плюс генерализованную воспалительную реакцию, пациенту ничего не угрожает, он находится в профильном отделении, а если у него появляются органные дисфункции, это пациент, который должен перемещаться в отделение реанимации. Ну, о септическом шоке это уже очевидно, только отделение реанимации. Прошло несколько лет, это концепция, которую Роджер Бонн вместе с коллегами высказал, она получила хорошее подтверждение, и было проведено много исследований. Именно в эти годы были получены первые хорошие доказательства того, что только антибактериальная терапия имеет очень высокую значимость. Причем не просто антибактериальная терапия, а эффективная, направленная активно в отношении возбудителя, которая начинается на ранних этапах заболевания, которая продолжается достаточное время в соответствии с этиологией данного заболевания, это единственное, что было тогда доказано более-менее объективно. Все остальные данные, которые были получены в разные периоды за 30-летнюю историю этой классификации, они то выявляли некие нарушения, то потом эти нарушения пропадали, предлагали новые методы лечения, потом оказывалось, что это не очень эффективно, и до настоящего времени эта проблема еще пока имеет определенное свое развитие. Но здесь я бы хотел, почему я этот слайд показываю, потому что Роджер Бонн больше говорил о верхней части вот этого процесса, когда генерализованное воспаление, которое трактуется как сепсис, будучи вначале хорошо пролеченным, приводит к восстановлению пациента, а есть другие пациенты, у которых развивается реакция организма на сам сепсис, и вот в этом случае возникает так называемая компенсаторная воспалительная реакция, которая несет в себе негативизм, который приводит к летальному исходу, и она сопровождается, как правило, иммуносупрессией. Были другие мнения европейских исследователей, которые считали, что вот этот вот сердце или генерализованное воспаление развивается почти одновременно с противоположным по вектору состоянием вот этим компенсационным, компенсационной реакцией, и в результате взаимодействия этих систем образуется органная дисфункция, которая, собственно, и приводит к смерти этих пациентов. На сегодняшний день под физиологией процесса довольно хорошо известно, вот это макрофаг тканевой, который есть везде, да, это основная клетка, которая следит за постоянством внутренней среды. У макрофага имеется огромное количество рецепторов на поверхности, вот они обрабатывают информацию о, допустим, граммо-отрицательной палочке в данном случае. Суммация сигналов с поверхности обрабатывается в нуклеарном факторе КПБ, и уже в виде понятного для человеческой генетики сигнала попадает хромосомы, где раскручивается та область человеческой хромосомы, которая будет ответственна за этот, которая будет определять все виды ответа на этот сигнал. Поэтому я бы хотел сказать, что вот до этой, вот здесь, вот здесь будет очень высокая специфика возбудителя, да, а вот чем дальше от возбудителя будет обрабатываться сигнал, специфика сигнала будет уменьшаться. И на сегодняшний день уже имеются, так, предикторы, мы знаем о прокальзотонине, мы знаем о цирреактивном белке, который получается, допустим, в результате, ну, цирреактивный белок – это активация гепатоцитов, там другие некоторые, другие некоторые такие маркеры сепсиса, они образуются просто во многих клетках. И на сегодняшний день уже выявлены предикторы летальности, вот, допустим, уровень интерлекина, интерлекина 8 и 6, и мы можем говорить, что вот мы уже появились, у нас есть некие такие показатели, на основании которых мы можем, мы можем что-то там планировать. Мы тоже в свое время отдали дань этому всему, вот мы изучали, допустим, у больных с менингококковой инфекцией генерализованную воспалительную реакцию, наверное, впервые в мире сказали, что при септическом шоке уровень цитокинов низкий, и ловить их или удалять, или вот каким-то образом изменять их уровень, наверное, уже смысла нет. И одновременно с этим мы еще первый раз дотронулись до генетических особенностей, вот посмотрите, мутация Лейдена, одна из тромбофилий, мы показали, что у больных и менингококковой инфекцией, и сепсисом другой этиологии, летальность при наличии этой тромбофилии одинаковая, очень высокая, то есть мы начинаем раскапывать вот эти генетические факторы, которые оказывают влияние на исход пациентов. При этом в литературе вы увидите огромное количество маркеров, которые имеют самый разнонаправленный характер, и систематизировать их довольно сложно. При этом у больных сепсисом мы видим действительно иммунное истощение, потому что вот коричневым цветом это покрашены дендритные клетки, дендритные CD4, вы видите вот это больные с травмой, у них огромное количество дендритных клеток, это больные сепсисом, количество клеток существенно меньше, то же самое в отношении CD4, то же самое в отношении Б-клеток, вот эта селезенка больных с травмой, а это фолликулы, содержащие Б-клетки у больных сепсисом, они истощены. Вот этой проблемой было посвящено много работ, и на сегодняшний день показано, что в условиях сепсиса при определенных условиях изменяется рецепторный аппарат макрофагов, в результате чего они начинают взаимодействовать, они начинают экспрессировать новые рецепторы, в результате которых Т-клетки получают сигнал на мактоз, собственно программированную клеточную смерть, вот что является отчасти причиной вот такой иммуносупрессии. Жан-Луи Винсент, барон Жан-Луи Винсент, это человек, который сейчас такой промотор, который мотор, да, вот идеи сепсиса в Европе, который координирует исследования в Европе и, наверное, сейчас в мире, и он первым сказал, что вот это генерализованное воспаление в виде сердца ему не очень нравится, это была отдельная статья, но вот я хотел обратить внимание, что вот это изменение подходов к пониманию сепсиса, оно в 2016 году привело к развитию концепции сепсиса-3, да, и вот по определению этой самой концепции сепсис очень интересно определяется, это угрожающая жизнеорганная дисфункция, вызванная нарушением регуляции ответа на инфекцию, да, инфекция уходит как бы в сторону от этого, но не в сторону, она имеет свое значение. Я думаю, что это связано с тем, что у нас очень большие успехи в антибактериальной терапии, и проблему лечения удаления микробов мы, в общем, выполняем довольно хорошо, но это не приводит, в общем-то, к тем результатам, которые бы мы хотели видеть. Но, с другой стороны, любой инфекционист понимает, что менингокопа инфекция, менингокопа высокочувствительна к пенициллину, но если бы мы смогли вылечить всех пациентов только пенициллином, такого нет, да, вот получается, что при сепсисе примерно то же, какая-то цепочка событий происходит, которые мы плохо контролируем. И эта вот концепция 3, она наводит нас на такой алгоритм, это буквально записано в этой концепции. Алгоритм заключается в следующем. Подозрение на инфекцию, я уже от себя написал, чтобы мы понимали, что это клиника, это лабораторные данные, это рентгенологические, это компьютерные томографии, это данные интероперационные, допустим, любые, которые указывают на то, что инфекции есть. И назначение антибиотиков, если пациент, допустим, не подвергался какой-то операции, очага очевидного нет, но ему назначили антибиотики, мы считаем, что это все-таки лечится бактериальной инфекцией. В определенный период времени вот эти данные, подозрения на инфекцию. Дальше предлагается следующее, так называемая быстрая шкала СОФа. Значит, что такое быстрая шкала СОФа? Это очень простые критерии, которые включают в себя одышку больше 20, нарушение сознания и снижение артериального давления меньше 100. Я вам хочу сказать, что таких больных в стационаре много, много. Это не специфические критерии. Но для чего они нужны? Они нужны только для того, чтобы перевести пациента, обратить на него внимание и перевести пациента в отделение реанимации. Либо внимание, повторное наблюдение и консультации других специалистов. Но в принципе нарушение сознания это одна, один признак недостаточности. Отдышка это по-разному можно трактовать, но снижение артериального давления уже становится таким неприятным признаком, и поэтому такие пациенты требуют специального надзора, я бы сказал так. Потому что попытки их лечить, они будут затягивать перевод пациента в целевое отделение, там где он должен лечиться. И таким образом, то есть получается следующее. Как бы эта концепция, она говорит, что сепсиса у нас с вами, вот пациентов сепсиса у нас с вами нет. У нас нет, у нас есть подозрительные на сепсис, потому что сам сепсис, он не характеризуется высокой летальностью. Опасны пациенты, которые будут иметь вот эти первые признаки, которые должны на самом деле куда-то переводиться. Потому что следующий этап, это определение SOFA, то есть той самой шкалы полиорганной недостаточности, вы ее увидите, она во многих учебниках есть, я не стал ее подробно описывать, просто она существует показатели, существуют показатели этих показателей и существует количество баллов. Подсчет и увеличение на 2 балла от предыдущего показателя говорит о том, что с пациентом не все в порядке, и он должен находиться в отделении реанимации. И наконец, кодировка появилась, ну не появилась, она и есть на сегодняшний день, кодировка сепсиса по МКБ 9 и 10. И фактически, вот на мой взгляд, самое главное, в этой классификации, в этом подходе нет никаких гносеологических корней, мало подфизиологии, мало фундаментальных обоснований того, что происходит. Но, посмотрите, групп для клинических исследований, ладно, отпускаем, сейчас нам это не важно, но маршрутизация пациентов, как быстро они будут попадать в то место, где им будут оказывать помощь в полном объеме, который требуется для больных с полиорганной недостаточностью. А указание на раннее начало лечения, это тоже важно. Очень важна оптимизация управленческих решений, как создавать условия для лечения этих пациентов. И на сегодняшний день важно, чрезвычайно важно материальное обеспечение. Вот я две недели, три недели, может быть, назад был в Санкт-Петербурге на септическом форуме. Понимаете, сегодня в Санкт-Петербурге прорабатывается новый медико-экономический стандарт для лечения больных не только с сепсисом, он уже существует, там больше 300 тысяч за пролеченного больного, но существует стандарт или разрабатывается стандарт для лечения, допустим, сепсиса, вызванного резистентной флорой, потому что вам придется назначить ему антибактериальную терапию еще на 300 тысяч. И поэтому этот подход материального обеспечения, когда можно посчитать, что вот этот пациент требует этого подхода, а вот этот пациент не требует этого подхода, потому что у него нет количества, допустим, сов, увеличенных определенным образом, он позволяет вычленить и обосновать для страховых компаний вот те затраты, которые несет больница по лечению этих пациентов. Это то, что касается практической части, то, что касается, наверное, ближайшей перспективы. Вот посмотрите, это Жан Луин Винсент, вот тот, который фотографию показал, 19-й год, это последние, ну, скажем так, одно, это обновление, они выходят каждый год. Я хочу обратить ваше внимание вот на гетерогенность сепсиса. Почему мне кажется это важно? Дело в том, что септические больные, они разные по возрасту, по сопутствующих заболеваний, по источнику инфекции, по возбудителю и лечению, и они определяют, вот все это определяется сочетанием неких метаболических изменений, генетического из, так сказать, происхождения этого человека, клеточной функции, фенотипа его. И вот я возвращаюсь к той лекции, которую уже сегодня вам прочитали по поводу транскриптомики, да, генетических и разных других детей, идей. Вот посмотрите, что такое транскриптомный анализ. На самом деле это ген и связь его с летальностью, с тяжестью состояния и так далее, и так далее. Выделение генов, которые способны это делать. Да, сегодня несовершенно, мы не знаем точно, какие гены нужно для этого исследовать, но кандидаты в эти гены уже существуют. Метаболомика, более 5000 метаболитов, которые можно определить концентрацию и связать их вот с этими, допустим, протеомными генетическими данными. И на основании этих метаболических показателей говорить о том, что происходит с пациентом. Клеточные функции на сегодняшний день, иммунофенотипирование для того, чтобы определить в какой фазе септического процесса находится этот пациент, оценка факторов эндотелиального повреждения. Это все очень важно. И самое главное заключение на сегодняшний день по этим исследованиям, что ответ организма на этом уровне зависит не от типа инфекции или ее локализации, стерильного или бактериального вирусного воспаления. Вот этот вопрос, почему я так назвал свое сегодняшнее сообщение. Это данные, которые получены совершенно недавно, и они заставляют нас думать о том, чем мы занимаемся. На сегодняшний день получается, что можно попытаться разделить пациентов наоборот. Я показывал вам, как это можно делать. Теперь мы можем делить их на иммунное истощение. Вот пример показал. Избыточное воспаление, с которым, наверное, тоже на каком-то этапе. Баланс т-клеточного ответа. Один из вариантов иммуносупрессии, коррекция, коагуляция метаболизма. И вот это все будет относиться к персонификации лечения. Теперь, если мы с вами уже совсем подойдем к заключительной части моего сообщения, я хочу вам сказать, что регуляция иммунного ответа идет с помощью контроля иммунных точек. Значит, мы всегда раньше представляли себе, что сепсис – это иммуносупрессия, это тяжелая иммуносупрессия, которую нужно стимулировать, замещать и так далее. На сегодняшний день показано, что это не всегда так. В принципе, это мое мнение еще с кандидатской, с докторской особенно диссертацией, что на самом деле нам нужно попытаться останавливать организм на таком уровне, когда он с помощью своей системы комплимента Т-лимфоцитов с цитотоксической активностью не разваливает себя сам напрочь, совершенно, в дребезге, когда он не может дальше жить. И вот в этом смысле существуют интересные данные, которые показывают, что макрофаги, они имеют определенные рецепторы, о них я немножко позже скажу, которые обладают и стимуляционным действием, допустим, это Т-клетки и ингибитором действием на Т-клетки. Но мы с вами при современных методиках способны иметь моноклональные антитела, которые будут блокировать и рецепторы, которые приводят к активации, и наоборот активировать рецепторы, которые вызывают ингибицию чего-то, или закрывать эти рецепторы и таким образом модулировать то, что происходит с пациентом при наличии определенных данных, на основании которых мы будем делать заключение о необходимости того или иного воздействия. Результат снижения иммунного ответа и иммунной дисфункции. На сегодняшний день уже я не стал просто писать, вот смотрите, здесь огромное количество разных моноклональных антител, которые уже в виде препаратов, которые в виде продраг существуют, которые в виде претендентов на эти препараты существуют вот на сегодняшний день. Там вот допустим наиболее известным является рецепт опрограммированной смерти и его леган. Вот к ним уже существует, вот посмотрите какое количество моноклональных антител имеется уже для того, чтобы взаимодействовать с этими рецептами. И на сегодняшний день можно сказать, что да, это далекое будущее. Где Никифоров-то? Никифоров, слушай, вот я тебе что скажу. Вчера у нас в реанимации больная с гемолитикоуримическим синдромом получила моноклональные антитела, ингибирующие систему комплиментов. И если мы докажем, что это у нее врожденная патология, она будет их получать всю жизнь. Если она, если этого не будет, то она и существует, как это, 25 человек в Москве, которые получают бесплатно этот препарат раз в три недели. Да, то есть это не завтра, не послезавтра, не твои воспоминания, не твоя мечта. Это сегодня. Мы это сегодня делаем. И в 52-й реанимации у нас в Боткинской больнице лежит точно такая же больная, которая будет завтра получать такие же моноклональные антитела. Поэтому я хочу сказать, что это не завтра, это сегодня, а нужно было бы вчера. Спасибо большое за внимание. Просто в заключении я хотел еще раз показать Роджера Боне. Это за несколько месяцев, недель до его смерти сделали хороший фильм. И я просто подумал, что бы он сказал на мое выступление. Спасибо.